в течение года. Конституционный суд отмечает 20-летие. Власти констатируют, что за это время он ни разу не дал повода усомниться в его компетенции. Но в целом российской судебной системе необходима реформа. Прежде всего, чтобы вернуть доверие общества. Об одном из вариантов модернизации Екатерина Кожевина. Самый гуманный, но не самый быстрый. Российское правосудие не справляется с объемом работы. Каждый год в суды поступает до 25 миллионов дел. И только миллион из них уголовные. Административные и гражданские споры вполне можно решить в досудебном порядке. В том числе с помощью медиации. Переговор на примирительные процедуры с участием нейтральной стороны. Она распространена во всем мире. Но России практически неизвестно. Это критически важно для дальнейшего развития нашей правовой системы. Для дальнейшего развития экономики. В которой большинство споров, в экономической деятельности большинство споров и возникает. И я считаю, что мы именно по этому пути должны идти. У нового института масса преимуществ. Экономия времени, денег и сохранение деловой репутации. Что особенно важно для бизнеса. Мы бы хотели, чтобы бизнес максимально широко использовал процедуры медиации. Максимально широко использовал процедуры третейских судов. И таким образом урегулирование этих конфликтов внутри, с моей точки зрения, придаст дополнительную ответственность и бизнесу. И одновременно, кстати, будет решаться и проблема противодействия концы в обществе. Закон о медиации парламент принял еще в прошлом году. Но массовой подготовкой медиаторов власти только собираются заняться. Вероятно, поэтому процедура досудебного урегулирования споров широко распространена лишь в налоговой сфере. Количество обращений в суд по налоговым вопросам в этом году снизилось на 40%. За 9 месяцев текущего года количество жалоб, которые налогоплательщики направляют в налоговые органы, снизилось на 10%. В абсолютной величине это 4 тысячи. Соответственно, с одновременным снижением сумм, которые были оспарены. Если за 9 месяцев они снизились с 220 миллиардов до 154 миллиардов рублей. Благодаря новой процедуре эффективнее стала и судебная деятельность налоговиков. ФНС в этом году выиграла 57% дел. Это наилучший результат за последнее время.